Итак, позвольте мне закончить мысль, которую мы начали ранее. Мы не зря сказали, что иудаизм – это территориально ориентированная религия. Смысл этого в том, что Бог хотел, чтобы еврейский народ не подпал под влияние внешних сил, чтобы он создал свое собственное государство, народ, который будет жить в одиночестве. Изоляция – это еврейская концепция, а интеграция – не еврейская. Изоляция – быть одинокими, быть отделенными. Можно любить неевреев и уважать их. Шалом, доброе утро, все такое. Если это так, из этого следуют две вещи. Во-первых, как я уже говорил, евреям не разрешено жить в изгнании. Они должны жить в земле Израиля. Во-вторых, это подразумевает кое-что о неевреях, живущих в Израиле. Мы говорим о статусе неевреев в Израиле. Я только что получил… Где Ширил? Ширил пропала. Она только что дала мне письмо в местную еврейскую газету «Сиракуз», написанное ортодоксальным раввином из Организации «Молодой Израиль». Он не просто невежественен, но, что хуже, его невежество объединяется с высокомерием. Высокомерие в невежестве. Это письмо из газеты. Оно у вас? Одну секунду. Я думаю, это важно. Обратите внимание, это ортодоксальный раввин. Да поможет нам Бог. Обо мне здесь сказано довольно немного. Конечно, по его словам, все, что говорит Каханэ, ужасно. Иудаизм, которым неизвестен, учит, что нужно любить чужеземца. Второзаконие 10.19. И его нельзя притеснять. Исход 22.20. В этом идеал Торы. Каханэ ратует за такие меры, которые находятся за пределами морального оправдания. Он хочет выселить арабов тем же способом, каким евреев выселяли и притесняли веками. Тора учит обратному. Вы не должны притеснять пришельца, ибо вы знаете сердце пришельца. Вы можете соглашаться с Каханэ, но вы не должны принимать его учения за иудаизм. Очевидно, что посвящение не делает никого раввином. Я думаю, важно понять, что этот человек не просто человек, он символ, понятие. Множество полностью невежественных раввинов скажут то же самое. Многие думают, что в Йешиве учатся для того, чтобы получить посвящение. Это не так. В ней учатся, чтобы стать исследователем. Только в Америке посвящение стало профессией. Мой сын врач, мой сын адвокат, мой сын раввин. Иудаизм никогда не был профессией. Раввин – это не профессия. Быть раввином, для меня это значит, что человек достиг определенного уровня познания и продолжает развиваться дальше. В Йешиве учатся для того, чтобы стать исследователем, а не раввином. Как бы то ни было. Давайте попытаемся понять контекст данного высказывания. Ясно, что когда Тора говорит, что еврейский народ должен жить в одной стране и не подвергаться влиянию внешних культур, Бог ясно дал понять, что еврейский народ должен иметь собственное государство, которое он сможет контролировать законом Торы. Это со всей очевидностью значит, что нееврей не может высказываться о делах государства. Этот человек путает притеснение с равенством. Во-первых, давайте поймем, о том, что Галлаха говорит о роли нееврея и его статусе. Мы уже цитировали из псалмов, из псалмов глава 105, «Он дал им землю народов, и они наследовали труд народов, чтобы соблюдать его указы и хранить его законы». Вот почему он дал нам государство, вот почему он забрал землю у других народов и дал ее нам, чтобы мы могли соблюдать его указы. В этом весь смысл еврейского народа и еврейской веры. В противном случае нет никакого смысла быть евреем. Знаете, что это значит? Вы можете себе представить такую ситуацию. Бог забирает землю у народа и затем говорит, «Я хочу, чтобы вы, евреи, построили демократическое общество, в котором народы будут иметь равные права и смогут через демократию вернуть себе землю обратно, после того, как вы отняли ее у них». Для начала давайте рассмотрим два типа неевреев. Неевреи, которые жил здесь изначально, до захвата земли евреями, и неевреи, которые раньше никогда здесь не жил. Хотя, по сути, статус один и тот же, однако на деле есть огромная разница. Нееврей, который раньше здесь жил и составлял большинство до того, как пришли евреи, будет всегда ненавидеть евреев и хотеть вернуть землю обратно, если только он не кретин. Если он нормальный человек и считает, что у него отняли землю, конечно, он хочет ее вернуть. Именно об этом говорит Абраванель, один из величайших комментаторов Торы, по поводу 34-й главы книги «Исход». Соблюдай, что я повелел тебе сегодня. Смотри, как я изгоняю перед тобой Амариев, Ананеев, Хитеев и так далее. Обрати на это внимание, иначе ты заключишь завет с обитателями земли, в которую ты пришел, иначе они станут ловушкой для тебя. Так говорит стих. Вот что говорит о нем Араванель. Прислушайтесь к нормальному еврею. Без сомнений, поскольку Израиль отнял у них их землю, они всегда будут искать способы причинить ему вред. Мой маленький внук может это понять, а этот сиракузский раввин нет. Араванель продолжает. Вот о чем говорится в этом стихе. «Земля, в которую ты пришел». Это значит, Израиль пришел, чтобы отнять землю у ее жителей. Я цитирую, «украсть ее у них». Раз так, то как они смогут соблюдать завет любви? Скорее будет ровно наоборот. Они станут ловушкой для тебя, и когда будет война, они объединятся с твоими врагами против тебя. Какой здравый смысл? Какая ясная логика? Как АБВ. Абсолютная нормальность. Он это понимает. Нельзя давать им права, потому что в таком случае им станет проще отнять у тебя землю. В этом отношении Галлаха выражается предельно ясно, в отличие от этого невежды. Галлаха говорит, что когда Иисус Навин пришел в землю, он предложил ее жителям три варианта. Он сказал. Он сказал, что кто хочет уехать, пусть уезжает. Если вы хотите заключить мир, а скоро мы объявим, на каких условиях, пусть заключает мир. Если хотите воевать, воюйте, но тогда вы погибнете. Вот такие три варианта. Либо война, либо мир на наших условиях, либо эвакуация. Это были условия Иисуса, и условия эти полностью основаны на Галлахе. Важно, чтобы мы поняли, чему учит Галлаха. Во-первых, как и все остальное, Галлаха основана на стихах Туры. В Паршат Шофтим, глава 20, комментируется стих из Второзакония. Когда вы придете к какому-нибудь городу, чтобы воевать с ним. И они тут же останавливаются посреди предложения. В Талмуде сифри Раби говорят об этом стихе. Здесь речь идет о добровольной войне. Теперь я вам это как следует объясню, а вы, надеюсь, объясните это тому Равину, если встретите его. Потому что он, как видно, ничего не знает. Иудаизм различает два вида войны. Обязательную войну, которую вы обязаны вести, и добровольную, которую вы можете вести. Обязательная война делится на три типа. Семью ханаанскими народами, самалекитянами, и все случаи, когда какая-то страна нападает на вас. Это будет обязательная война. Добровольная война это, к примеру, когда вы хотите расшириться за пределы Израиля. То вы начинаете войну на определенных условиях. В обязательной войне нет условий. Если возникает необходимость, вы обязаны идти на войну. Точка. В любое время, в любом месте, без Синедриона, без Пророка, вы идете на войну. Добровольная война более ограничена. И этот стих говорит как раз о добровольной войне. Я так тщательно это объясняю из-за раввинов такого типа, которые не знают ни Сифри, ни Раши. А это место хорошо объясняет как раз Раши. Такие раввины говорят, здесь речь идет о ханаанских народах. Поймите, что добровольная война не может вестись против ханаанских народов, потому что война против них обязательно. И только. Другими словами, здесь говорится о добровольной войне. Теперь дальше. Если вы идете на войну, то для начала вы должны призвать к миру. Видите, Тора хочет мира. Этому раввину понравится. Мир. Для начала вы должны предложить мир. Они хватаются за это место и кричат. Вот, смотрите. Но вы сейчас поймете, о каком мире идет речь. Во-первых, вы должны предложить им мир на ваших условиях. Если они скажут, мы хотим мира, то откроют ворота города и сдадутся. Но что это за мир? На каких условиях? Все народы, на которые распространяется этот мир, платят дань и служат евреям. Вот что это за мир. Дань и уважение. Вот такой мир. Трибью и сервитю. Это мир. Они не являются равными гражданами. Они не голосуют, не заседают в Кнессете. Они платят дань и работают. Сифри Медрэш говорит об этом стихе следующее. Если они скажут, мы принимаем дань, но не рабство, или рабство, но не дань, вы не соглашаетесь, пока они не примут оба условия. Никаких уступок. Либо оба условия, либо война. Так вот, Маймонид, Рамбам, берет этот закон и кодифицирует его в своем Мишне Тора, великом своде законов. Он приводит это место из Сифри, о котором я упомянул, чтобы вы не подумали, что я вам солгал. И он говорит, если они согласятся платить дань, но не примут услужение, или примут услужение, но не дань, мы не уступаем, пока они не примут оба условия. А услужение означает. И он далее объясняет, что означает понятие услужения. Я четко показал, что Рамбам это источник. Законы царей, глава шестая, стих первый. И я особенно привел Рамбама по той причине, что в либеральных кругах он известен как прогрессивный мыслитель. Он врач с образованием. Кстати, вот что интересно. Три года назад исполнилось 850 лет со дня его рождения, и Израиль объявил тот год годом Рамбама. Именно в том году я предложил в Кнессете два законопроекта, которые цитировали Рамбама слово в слово. И оба они были признаны российскими. Это словно жизнь в Хелме, в поле чудес. И вот что говорит прогрессивный Рамбам. Услужение означает, что они будут покорны и смиренны, и не будут поднимать головы в Израиле. Вместо этого они будут нашими подданными и никогда не получат власти над евреями. Если бы это написал я, то спорю на что угодно, что Верховный суд запретил бы меня. Но это Галаха, это закон. Он продолжает и развивает эту мысль в законах царей. Глава 1 Галаха 4 Он приводит стих из Торы 17 главы Второзакония, где сказано «Ты не должен ставить над собой пришельцев, которые не из твоих братьев». Речь идет о царе. Там говорится «Ты непременно поставишь над собой царя, ты не должен ставить над собой пришельца, которые не из твоих братьев». Талмуд Евамод разбирает эту фразу «Сом Тасим непременно поставишь». Тора вам не какая-то поэзия и все такое. Комментаторы задают вопрос «Почему здесь написано «Сом Тасим»? Если вы знаете еврейский язык, то вы могли бы сказать «Тасим», поставить «Над». Но что значит «Сом Тасим»? Так вот, они говорят, что речь идет не только о царе, но вообще о любом начальнике, которого вы над собой назначите. Он должен быть только из ваших братьев. Маймони Трамбам говорит следующее. Этот запрет касается не только царя, но и любой власти в Израиле. офицер армии и даже общественный служащий, распределяющий воду для полей. И уж точно нет нужды говорить о том, что судья и вождь должен быть только из среды народа Израиля. Любая власть, которую вы назначите, должна быть из среды твоего народа. Это галаха. Здесь никаких сомнений. А этот невежда даже не знает о существовании этого текста. Возможно, он учился в университете Яшива, где получил посвящение за 4 года. Не хочу сказать ничего плохого про этот университет, но позвольте закончить. В Яшиве мир тоже есть люди, которые этого не знают. Речь не только об университете Яшива. Я лишь хочу сказать, что некоторые люди в нем изучают Тору и одновременно светские предметы. А некоторые изучают в основном светские предметы, а посвящение им нужно только, чтобы устроиться работать раввином. Смысл Галахи ясен. Бог стремится сказать евреям, не живите в Америке, потому что язычники будут формировать ваши убеждения и вашу культуру. Ясно, что он не хочет, чтобы эти же язычники жили в Израиле и контролировали его. И вот почему ни еврей не имеет удела в Израиле. За ним признаются только имущественные права. Совершенно точно. Если он согласен с этим условием, то естественно, что с ним нужно обращаться хорошо, вежливо, справедливо, честно. С ним нужно обращаться так же любезно, как с евреем. именно это Тора имеет в виду, когда говорит, ты не должен притеснять пришельца, но нужно различать притеснения и политические равноправия. Талмуд настолько сильно подчеркивает эту мысль, что я вас уверяю, этот раввин никогда не изучал Талмуд. Гемара Сота страница 34. Раввины здесь приводят историю о том, как евреи наконец достигли реки Иордан. Конечно, вы знаете, что они шли не с запада на восток, они уже завоевали восточный берег Иордана, и теперь шли с востока на запад. Вот они приготовились перейти Иордан с восточного берега с территории Хусейна, чтобы завоевать остальную территорию. И Бог сотворил чудо, и воды реки Иордан остановились. Это не то же самое, что разделить Красное море. море не река, реки текут из источника вниз по руслу. Когда Он разделил Красное море, то воды просто стояли с обеих сторон от прохода. Здесь же Бог в определенный момент остановил воду, и она перестала течь с севера. И к югу от этой точки вода утекла в Мертвое море. Так что осталась сухая земля. А тем временем вода все прибывала и прибывала к той точке, в которой она остановилась. А согласно закону физики, два объекта не могут занимать одно и то же место в одно время. Следовательно, вода стала накапливаться все выше и выше, пока не образовалась гигантская стена 20 на 20 километров. Страшное зрелище. А евреи как раз переходят Иордан. Так вот, раввины говорят, что когда евреи переходили Иордан, Иисус Навин говорит им, «Стойте, я хочу кое-что сказать вам». Представляете себе реакцию евреев? Конечно, всегда пожалуйста, но давай сначала перейдем. Но он говорит, «Нет, я должен кое-что сказать вам прямо сейчас и особенно в этот момент, когда вы посредине реки наблюдаете эту ужасную картину». Итак, что же было так важно, так срочно, что это нужно было сказать прямо сейчас перед лицом грозной стены воды? Шаббат? Нет. Шаббат важен, но речь была не об этом. Кошерная еда? Очень важно, но тоже не об этом. Учить Тору? Крайне важно, но сейчас не то. Согласно раввинам, Иисус Навин сказал им, «Знаете, почему вы переходите Иордан? Чтобы изгнать жителей земли. Если вы это сделаете, вы поступите хорошо. Если же не хотите, воды придут и унесут и вас, и меня». Это было единственное, о чем он счел необходимым сказать, потому что он знал, что если они это не сделают, то не будет ни шаббата, ни кошерной еды, ни торы, и евреев самих изгонят из их земли. Это Талмуд. И вот почему Талмуд логичен. Вот почему раввины когда-то были логичными. И вот почему этот невежда так разглагольствует о неевреях. Но давайте сейчас хорошенько поразмыслим об этом, потому что он далеко не одинок. Перед этим я для начала приведу одну цитату из Торы. 33 глава книги чисел. «Вы изгоните всех жителей земли перед собой, но если вы не изгоните жителей земли перед собой, тогда случится так, что те из них, кто останется, будут шипами в ваших глазах, колючками чертополоха в ваших боках. Они будут мучить вас в земле, в которой вы будете жить. И тогда я сделаю с вами то, что хотел сделать с ними». Это Библия. А комментаторы говорят об этом следующее. Во-первых, Раши. «Вы должны выдворить жителей и затем наследовать ее. Тогда вы сможете жить в ней, а если нет, то вы не сможете жить в ней». Это Раши. Сфорно. Когда вы... Здесь идет еврейское слово «уничтожить», которое лично я бы никогда не использовал, однако я цитирую. Когда вы уничтожите жителей земли, тогда вы получите честь наследовать землю и передавать ее своим детям. Но если вы не устраните их, то даже хотя вы завоюете землю, вы не сможете передавать ее своим детям. Это Сфорно. Арахаим. Еще один из великих комментаторов. Он не только будет удерживать ту часть земли, которой вы не владели. Иудея, Самария и Газа но и даже в той части, которой вы владели, они будут досаждать вам и говорить «Вставайте и уходите». Как приятно иметь дело с нормальными людьми. Вот в чем величие Торы. Это величие раввинов, когда они были раввинами. «Пришелицы». Теперь, что касается понятия «гер», «пришелец». Снова процитирую газету. «Жаль, что мой восьмилетний внук не может с ним подискутировать, потому что после того, как я познакомился со своим внуком, он может дискутировать с кем угодно. Иудаизм, который мне известен, учит любить пришельца, нельзя притеснять пришельца и так далее и тому подобное. Начать с того, что Тора была написана не на английском языке, а на еврейском. В Торе написано не «пришелец», а «гер». «Гер» — это специальный термин. Что он означает? Даже если допустить на мгновение, что под Гером понимается нееврейский пришелец, и вы не должны его притеснять и преследовать, то естественно, что это будет пониматься как только на условиях, при которых у него не будет гражданского статуса, политического статуса, национального статуса. Тогда, пожалуйста, обращайтесь с ним любезно, милосердно и уважительно. Тогда с ним нужно будет обращаться как с евреем, как с равным в общественных делах. Не то, чтобы заседать с ним где-то, нет, но в общественных вопросах, в экономических вопросах, в культурных вопросах, конечно. Это заповедь. Если он не гражданин, он не равен евреем, так что он не может забрать и изменить страну, о которой Бог сказал, вы должны жить изолированно. Но, что более важно, это слово и не означает нееврейского пришельца. «Гер» это обращенный нееврей. Вот кто такой «Гер». «Гер» это «Гер». Это нееврей, который обратился и стал евреем. И к нему, к ней, к ним нужно относиться точно так же, как к еврею. Хинух объясняет в заповеди 63-й. «Вы не должны притеснять или преследовать Гера». «Нам запрещено притеснять Гера даже словами». А кто такой «Гер»? Это человек из народов, который обратился и принял нашу веру. Я даже не знаю, как можно выразиться яснее. Возможно, он никогда не читал Хинух. Он слишком занят в Сиракузах, докторской диссертации или баскетболом. В Тарат Каганим в Медраше в 19-й главе к стиху «Если в вашей земле живет Гер, не притесняйте его, как Изра, как вы он должен быть». Раввины объясняют, как это понимать. «Как вы он должен быть». Они объясняют, «Как Изра значит, как тот, кто принял всю Тору». Следовательно, Гер – это тот, кто принял всю Тору. Я уж не знаю, что еще здесь можно объяснять. Это понятно любому ребенку. И вот этот раввин-ребенок, который никогда не читал все это. И они говорят, «Библия учит, что вы должны любить Гера, поскольку вы сами были Герами в земле египетской». Видите? «Поскольку вы сами были Гер, то есть пришельцы». Величайшим переводчиком Библии Анкелос. Это был римлянин, обратившийся в иудаизм. Послушайте, как он переводит это место. «Вы должны любить Гер, потому что сами были Герим». В этом стихе два слова «Гер» и «Герим». И он использует два разных арамейских слова, одно для «Гер», другое для «Герим». Он дает такой перевод. «Вы должны любить обращенного в иудаизм». Но доходя до «Герим», он пишет «потому что вы были жителями земли египетской». Вряд ли кто-то ближе Анкелоса был заинтересован в том, чтобы с пришельцами хорошо обращались, поскольку он сам был обращенным. И все же он точно переводит это место, говоря о двух видах «Герим». Нужно хорошо относиться к обращенным, потому что вы сами были жителями в земле египетской. Ну и наконец Тора. В Израиле это учат дети в 4 года. Мои 4-летние внуки это изучают. Дети, изучающие Тору, знают, что когда приносили в жертву пасхального агнца, нееврею не разрешалось есть от него. Если он от него ел, его казнили, поскольку пасхальный агнец это символ еврейской свободы. Ни один нееврей не мог есть от него. Это четкое правило. Тора говорит о пасхальном агнце в 12 главе исхода. Евреям нужно есть то, есть это, а о пасхальном агнце говорится, один закон должен быть для тебя и для гер, который живет среди тебя. о каком гер вообще может идти речь, если Тора велит убивать нееврея, который съел пасхального агнца. Без сомнения, речь идет об обращенном в иудаизм. Всякий раз, когда Тора говорит, что у вас и гера должен быть один закон, речь идет об обращенном в иудаизм, потому что Бог знал, что евреи будут плохо относиться к обращенным. Они скажут, он ведь не совсем еврей. Ну да, он еврей, но чтобы он женился на моей дочери, следовательно, он и сказал, один закон должен быть для тебя и для обращенного, а обращенный в точности равен еврею. Но это обращенный, а не араб. Это иудаизм. Это галаха. Так она преподается правильным образом, истинным образом. Не нужно быть ученым, чтобы это понять, но нужно исследовать Тору и несколько мест в Талмуде. «Конечно, вы знаете, что это истина. Трагедия в том, что вот у этого раввина большие проблемы с иудаизмом. У него как раз те проблемы с иудаизмом, о которых писал Сфорно. Он писал «Жизнь в стране под правлением других народов». Он не соблюдает иудаизм во всей его полноте, поскольку у него с этим проблемы. У него проблемы и со всем, что не демократия. Он не готов принять тот факт, что демократия и иудаизм не одно и то же. Нам нужно быть очень и очень внимательными, чтобы не стыдиться этого. Если у арабов будут равные политические права, они не только исказят еврейскую сущность государства, но и уничтожат его физически. Дайте им возможность иметь равные политические права, и они уничтожат, ликвидируют государство и вырежут евреев в ту же минуту, как только получат возможность. И тогда Ливан покажется детским садом. И Холокост покажется детским садом, потому что в Холокосте евреев быстро отправляли в газовые камеры. Но здесь будет Холокост ножей. Мы знаем арабов. Конечно же, мы их знаем. Мы никогда не забудем, как после Черного Сентября в Ордании палестинец в Каире убил иорданского министра иностранных дел и затем лакал его кровь. Да-да, лакал его кровь. Вот с чем мы имеем дело. А этот китайский болванчик, живя в Сиракузах, разглагольствует, как это неправильно и неэтично. Вот где евреи, а где неевреи. И об этом речь. Позвольте мне подвести итог. Затем вы сможете задать вопросы, после чего устроим перерыв. Затем будет вторая часть, посвященная Каху. Чем он занимается в Израиле, чем собирается заняться, после чего будут снова вопросы. Так вот, подводя итог, я скажу, еврейский народ это избранный народ и избранный Богом на горе Синай, где он явился всему народу, каждому мужчине, женщине и ребенку, и заключил с еврейским народом вечный завет, чтобы он был народом, который будет соблюдать его законы, чтобы он стал святым народом, и если они сделают все это, то прекрасно, а если не сделают, то очень плохо. Бог не какой-то Дед Мороз. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Эдакий Санта-Клаус. Есть и наказание. Есть награда, но есть и наказание. В этом мире есть зло, и нужно ненавидеть зло. На следующем семинаре мы подробнее рассмотрим всю концепцию безумных либералов, эту безумную либеральную концепцию добра и зла. А факт в том, что для либералов зла вообще нет. Евреи это территориально ориентированный народ, потому что Бог хочет, чтобы евреи были отделены, святы и свободны от, как говорят раввины, мерзостей народов. Следовательно, именно с этой целью евреи должны жить в Израиле. И с этой же целью не евреи, которые хотят здесь жить, должны быть ограничены в политических и национальных правах. У них должны быть только личные права. Это и есть еврейская идея. Галлаха, я вам дал сегодня множество, множество источников. Вы можете получить посвящение, по крайней мере, в Сиракузах. если вы делали записи и запомнили все это, вы можете выступить с хорошей речью на эту тему в любой синагоге. Отлично, теперь если есть вопросы по этой теме, то придерживайтесь этой темы, не будем расплываться. Раби Кахана сегодня выступает в Нью-Джерси, а Бриттанфилд, дай бог, и слава богу, что сюда пришло много народу, так что если кто желает пойти с нами, это в нескольких километрах отсюда. Да. Когда Тора говорит, что нужно их всех уничтожить, то речь идет о войне, а если войны нет, то как тогда понимать это место? Я имел в виду, что они могут жить в земле на упомянутых условиях. Это они могут делать. Хотя можно задать и такой вопрос. Если бы семь народов согласились принять эти условия, смогли бы они остаться? Тософот говорит да, Раша говорит нет. Рамбам в комментарии к второзаконию говорит, что нет принципиальной разницы между семью народами и другими народами. Если они примут условия, то и они могут остаться. а также он говорит, что разница между семью народами и другими народами в том, что если они не примут условия, то семь народов нужно истребить полностью, в то время как у других народов только взрослых мужчин. да, здесь вы правы. Кое-кто не согласен даже с Тософот. Некоторые говорят только о том, можно ли неевреям, скажем, владеть землей или домом. мы читаем Шульхан Арух всякий нееврей, но имел ли он в виду именно нееврея? Понятно, что он написал нееврей. Всякий нееврей из-за цензора. Закон говорит о том, что никакой нееврей не имеет права владеть землей, в Эрец Израиль. Остается открытым лишь вопрос, можно ли ему арендовать дом. Мы все знаем, что Шульхан Арух имеет дело лишь с законами, которые приемлемы в наше время. Шульхан Арух нет ни слова о жертвоприношениях, ничего такого, что сегодня неприемлемо. Поэтому, раз он об этом говорит, мы понимаем, что речь идет не о хананеях, скорее всего, он говорит о народах нашего времени. Я думаю, это вопрос по теме. Почему Верховный суд Израиля считает это расизмом? Это не относится к теме. Это будет во второй части. Тогда вы зададите этот вопрос. Давайте сейчас не будем говорить ни о чем, что касается Каха. Давайте поговорим о сути вопросов. Позже вы сможете задать этот вопрос. Это хороший вопрос. Возможно, это один из основных вопросов, поскольку ответ на него описывает почти все, что происходит в государстве Израиль. В книге Иисуса Навина разве мы не читаем о том, что Иисус принял хананеев. Да, он принял их как вечных рабов. И они согласились? У них не было большого выбора. Ну да, рабство или... Он был великим дипломатом. Никакого выбора. Если я приведу эти аргументы противникам переселения арабов, они мне скажут, что очень просто рассуждать об этом, живя в Нью-Йорке, потому что мне не придется пережить последствия. Скажите им, что вы говорите от имени Каханы, а он живет в Израиле. Скажите им. Я лишь говорю то, что говорит Каханы, а он там, его дети там. его внуки там. Да, скажите. Вы правы. Я не в Израиле. Но и вы тоже, чтобы мешать нам выселять арабов, которые зарежут Каханы. Впрочем, сейчас это не популярно. Так что не ссылайтесь на Каханы, придумайте кого-нибудь другого. Да. Насчет вашего комментария по поводу нового Холокоста, который произойдет, если дать волю арабам. Только на прошлой неделе я читал новость из Ливана. Амаль и Хазбалла вошли в деревню и вырезали всех мужчин, женщин и детей ножами. Да, это правда. Там было убито 180 человек. Вот что произошло, и меня это не удивляет. Вот о чем должны говорить евреи. Все еврейские либералы обсуждали Шабру и Шатилу, где евреи никого не убили. Они лишь не стали мешать христианам чинить резню. Почему же сейчас никто не возмущается? Это гораздо больше говорит о еврейских либералах и левых, чем об Амале. Поверьте мне. Если для евреев изгнание это наказание, нет, это не так. Во-первых, не каждый раз. Всего было только два изгнания. В первый раз было отведено определенное время. 70 лет. Об этом Бог говорит Иеремии. 70 лет и все. Через 70 лет они вернулись. При втором изгнании, который продолжается сейчас, четкое время не установлено, потому что не осталось больше пророков. сегодня нет пророков. Талмуд объясняет, что избавление может прийти двумя способами. либо в свое время, что значит, что есть некий установленный период, о котором мы не знаем, либо в спешке. Талмуд говорит в Сангедрине, что если еврей оценит это, заслужит это, окажется достойным, тогда Мессия может прийти и совершить избавление уже сегодня. Тогда это будет свое время. Вот почему Акива верил, что Бар-Кохба был Мессией. Акива был не фанатичным больным на голову кахником. Он был великим раввином. Он верил в возможность пришествия Мессии уже спустя 65 лет после разрушения храма. Каким образом? Потому что избавление может прийти гораздо раньше. Да, есть максимальный срок, но оно может прийти и раньше. Мессия мог прийти в любое время, начиная с разрушения храма, если бы мы были достойны этого. И действительно, бар-Кохба был очень близок к этому. Он изгнал из страны римлян. Но затем, как считается, он стал жертвой собственной силы, собственного величия. В молитве к Богу он сказал, «Если не хочешь помогать мне, не помогай, но тогда не помогай римлянам». основную часть армии, бар-Кохба, составляли ученики Акивы. Он сказал им отложить Талмуд и взяться за оружие. Когда Акива это услышал, он сказал, «Это не мессия. Он не сможет победить, поэтому все кончено». Но он действительно верил, что бар-Кохба был мессией. А как он мог в это верить, если, как вы сказали, пророки учат обратному? Потому что это неверно. Последние три пророка жили в первые дни второго храма. И с тех пор уже не было пророчеств, не было голоса с неба, нет Святого Духа. Даже если кто-то скажет, у этого раввина есть Святой Дух, это не так. Ни у кого нет Святого Духа, и если кто-то так думает, он противоречит Талмуду. После разрушения второго храма мы имеем, что имеем, четыре локтя Галахи. Так написано в Талмуде. У нас есть только один способ определить истину. Сесть и учиться. Да. Почему в книге Иеремии во время первого изгнания он говорит «Стройте дома, открывайте лавки, создавайте ешивы, потому что это будет постоянное?» Он не сказал постоянное. Когда позже, через 70 лет вернулся Эздра, с ним была лишь горстка сторонников. Большинство осталось в Персии, и в то время величайшие мудрецы жили в Вавилоне. Верно. Но начну с того, что он не сказал «Живите здесь постоянно». Вовсе нет. Он сказал «Не пытайтесь вернуться до истечения 70 лет, потому что Бог отмерил 70 лет». Вот и все. Но почему тогда он велел начать обустраиваться, как будто это невременно? Попробуйте прожить 70 лет без дома. О чем вы говорите? Речь была о другом. Бог хотел сказать «Не думайте, что я приду рано. Вы будете жить там 70 лет, поэтому стройте дома». Но почему же тогда они продолжали там жить после окончания 70 лет? А это совсем другая история. Почему евреи не хотели покидать Египет? Почему разведчики сказали «Мы не сможем их победить? К Анане слишком много гигантов. Возвращаемся». В Талмуде рассказывается в Йоме, как Рави Бархана из Вавилона пришел в землю Израиля, чтобы изучать Тору. Там он увидел, как Реш-Лакиш, один из величайших ученых земли Израиля, купался в Иордане. Он протянул руку, чтобы помочь Реш-Лакишу выйти. Но он не принял ее, сказав, «Как же я презираю вавилонских евреев? Если бы вы вернулись во времена Эздры, божественное присутствие вернулось бы навсегда. Но поскольку вы не вернулись, вот почему был разрушен второй храм. Они согрешили, абсолютно. А еще есть Кузари. Игуда Гаон однажды сказал, что если бы ему пришлось выбирать только одну книгу, то это была бы Кузари. Кузари это одна из великих книг еврейской мысли. Ее написал Игуда Халеви. Кузари и мы закончим сейчас. Кузари в Средневековье была нация Кузари или Хазары. Они жили на территории современного Крыма в СССР. Возможно их царь был философом. Это был языческий народ. Но им не нравилось жить в язычестве. Тогда он пригласил к своему двору представителей христианства, ислама и иудаизма. Он задал им кое-какие вопросы и был впечатлен ответами евреев. Так что обратил в иудаизм весь свой народ, всю нацию. Со временем этот народ был завоеван русскими, большинство из них были убиты или рассеяны. Вне сомнений, большинство оставшихся бежали в современную Восточную Европу. И сегодня многие, очень многие евреи это потомки хазарских евреев. Иуда Халеви решил рассказать эту историю, своего рода историческую фантазию на философскую тему. Он взял царя и раввина и описал, как царь задает вопросы, а раввин отвечает. Конечно, вопросы были об иудаизме, на которые он сам устами раввина давал ответы. Естественно, что каждый ответ раввина попадает в десятку, пока не наступает очередь последнего. Раввин только закончил расхваливать землю Израиля, его царь говорит, я усматриваю здесь лицемерие. Если жить в земле Израиля, это такая важная заповедь, то почему евреи не живут в ней? Иуда Халеви вкладывает в уста раввина такую фразу «Ты устыдил меня, уцарь, ты меня устыдил, ты прав». По сути, он цитирует Йому, что если бы евреи вернулись, то пришел бы Мессия, и так далее. Но они, говорит он, не вернулись. они предпочли остаться в Вавилоне со своими домами и лавками. Вы правы, они все должны были уйти, но только неудачники возвращаются. Но в то время у них было много пророков, и они ничего не сказали. Вовсе нет. Во-первых, Даниил жил во время, когда они еще не могли вернуться. Он был уже стар. Мордехай вернулся, Эздра вернулся, Неймея вернулся. Очевидно, они оставили всех этих людей, но евреев так просто не бросишь. Евреям нужны раввины. Вот в чем заключалась трагедия. Хорошо, давайте сделаем перерыв. Уже 14.34. Сделаем перерыв до 14.55 и перейдем к другой теме. Это очень хорошее время для молитвы, как для тех, кто любит молитвы, так и для тех, кто их не любит. Продолжение следует...